Судьба здания бывшего профилактория Оралия будоражила Дальнегорск на протяжении нескольких месяцев. Все понимали, что нахождение заброшенного и изуродованного здания рядом с центральной прогулочной улицей не только неэстетично, но и опасно. Но вариант, предложенный администрацией, вызвал взрыв негодования. Оказалось, что дальнегорцы не готовы мириться с непосредственным соседством с психиатрической больницей. Спорили, голосовали, даже призывали к протестам. Да и не все депутаты были готовы разместить там лечебное учреждение. Под занавес ожесточенной полемики в Оралии произошел пожар. На следующий же день Дума исключила вопрос о передаче из повестки текущего заседания. Так история стала практически детективной. Многие заинтересованные строили версии, искали мотивы. Великий замысел поджигателя неизвестен до сих пор. Но в том, что это поджог, сомнений уже нет. В декабре отделом надзорной деятельности завершилось расследование возгорания в Оралии. Пожар в здании бывшего профилактория произошел ранним утром 29 сентября прошлого года. В 4 часа 7 минут поступило сообщение на пульт пожарной охраны. На момент прибытия первого подразделения горели деревянные конструкции, кровли и внутренние помещения на разных этажах. 11 огнеборцев спасали здание, ликвидировав пожар к 7 утра. В результате сильно пострадала крыша и 6 комнат. Согласно справке Управления муниципального имущества Дальнегорского округа, ущерб составил 3 181 432 рубля. В результате проведенной проверки органами надзорной деятельности было установлено, что у здания имелось множество очаговых зон, не связанных между собой. В ходе осмотра были обнаружены как инициаторы горения, так называемые средства поджога. Там были обнаружены канистры, средства поджога, факелы, отгоревшие деревянные палки. Все это было изъято с места пожара и назначена пожарная и химическая экспертиза для установления средств поджога жидкости. Исследование показало, что в канистрах действительно находилась легко воспламеняющаяся жидкость, вероятнее всего смесь бензина и дизельного топлива или масла. На месте было обнаружено не менее семи очагов пожара, которые располагались в различных помещениях. В пристройке на первом этаже в комнате номер 4, в северо-западной части 2-го комнаты 4 и 14 и на третьем, в 3-й и 10-й комнатах. Что примечательно, некоторые канистры были полными, поэтому можно предположить, что исполнителей было несколько, но дело до конца довести не удалось. Очевидно, их спугнули, но затевалось гораздо более мощное горение. Ну и нами все материалы проверки были направлены по последственности в МОМВД России Дальнегорской, которыми было в дальнейшем возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 167 Уголовного кодекса. Теперь делом по факту умышленного повреждения чужого имущества общеопасным способом, повлекшим за собой тяжкие последствия, занимается полиция. В октябре оралия загоралась еще дважды, но поскольку было зафиксировано только горение мусора без причинения ущерба, материалы пожарным надзором списывались в накопительное дело. Теперь, когда известны официальные материалы расследования пожара, интересно вновь проследить историю несостоявшейся передачи бывшего профилактория в краевую собственность и последующие действия со зданием. Впервые за долгое время предметный разговор о здании состоялся в августе 2019 года. Разрушенное здание всегда было болью дальнегорцев. По официальной версии, озвученной на комитете по бюджету в августе, главный врач психиатрической больницы номер 5 Роман Поляков обратился в администрацию с просьбой передать здание бывшего профилактория под нужды психиатрической больницы. Администрация оппозицию поддержала и вынесла на обсуждение депутатам. Еще бы главе не ухватиться за такую возможность сделать себе репутацию эффективного руководителя спустя всего два месяца после назначения, не затратив ни копейки. Головокружительный подъем рейтинга в лучших традициях новоиспеченного мэра. Сколько у нас оралия стоит уже? Мы его и так пытаемся, и этот пытаемся сдать, и никто его не берет. А ведь оно, значит, заточено, оно сделано как лечебное учреждение. Здание разрушается, к сожалению. Как бы мы уже... Да, оно уже полуразрушено, в общем-то. Как все имущество у нас, которое, в общем-то, не задействовано, к сожалению, да. Хоть оно и муниципальное имущество, поэтому мы вышли, в общем-то, вот администрация к вам с просьбой, в общем-то, просмотреть этот вопрос и передать все-таки. Да, потому что мы сами, город, мы не поднимем это здание. Слишком много денег нужно. Здесь нужны действительно только краевые деньги. Надо сказать, что это здание мы включили даже в программу инвестиционную, что, может быть, кто-то придет и восстановит профилакторий. Вот. Ну и тут вот предложение, ну, я так понимаю, что Крайздрава, наверное, больше, да. Крайздрава, потому что Крайздрав тоже приезжал. Мы предлагали другие помещения, вот, психиатрическую больницу, в общем-то. Но вот этот вариант наиболее предпочтительный. Почему? Потому что здание было заточено как лечебное. И там есть палаты, которые уже не оборудованы. Там уже все, что можно разбить, разбито, конечно, но, во всяком случае, хотя бы подводы той канализации, водопровода в палаты, в общем-то, существуют. Хотя, чья на самом деле была инициатива первичной, действительно, Департамента здравоохранения или все-таки главы, не будет известно никогда. Но ранее ведомство к этому зданию интереса не проявляло. Ходатайствовал перед депутатами главный врач психиатрической больницы. У нас несколько таких проектов, которые мы на сегодня бы развивали. То есть это и полноценное диспансерное отделение, в которое мы готовы были бы вести и психолога, и соцработника, и в котором мы могли бы людей, которые не погружаясь именно в ту болезненную среду в отделении, могли бы получать помощь ампулаторно, но комплексно и масштабно. У нас мы просто задыхаемся от недостатка помещений. На сегодня пациенты сами у нас, у нас постоянно идут действующие предписания Роспотребнадзора о несоответствии коечного норматива площадей на коеку. То есть не секрет, что лечебно-профилактические здания, они должны соблюдать все-таки определенные квадраты, определенные требования к оснащению. И на сегодня мы еще в том числе висим под этими предписаниями. Но в основном у нас двигало именно то, что мы хотим сделать свою помощь лучше. Опять же, памятная ситуация с той же четвертой школой, что было на слуху. То есть на сегодня мы встречались, если конкретно людей говорить, да, это зам директора департамента здравоохранения Курченко, который, собственно, как локомотив этот вопрос сейчас ведет. Фисенко Виктор Сергеевич этот вопрос уже одобрил, то есть согласовал. Он передается в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, о чем уже мы письмо получили. То есть ранее, вот при передаче четвертой школы, что происходило, да. То есть пока вопрос решался длительно, был вице-губернатор Гельцер, который был готов эти деньги выделить. Он ушел, соответственно, эти деньги куда-то делись и вопрос превратился в фантастику, да. То есть это было для нас уже потом стало как проект, там, я не знаю, полет на Луну или что-то еще. То есть сейчас важно вот время, я думаю так, поскольку вот эти люди на местах, они как бы готовы этим заниматься и делают все достаточно оперативно. Я когда, честно говоря, в той же больнице ДВФУ лежал, да, и понимаю, что даже с травмой, насколько важны комфортные бытовые условия. То есть когда у тебя хорошая палата с достаточным количеством площади, когда в ней есть душ и туалет, так ты, наверное, и поправишься быстрее. Вот сейчас какие-то перспективные проекты в части психиатрии, они подразумевают так называемое, допустим, отделение первого эпизода, когда человек заходит, не травмируясь вот от этой больничной ситуации, в которую он может погрузиться, находясь рядом с инвалидами, с запущенной психопатологией, да. А когда он придет именно в комфортные условия, где ему можно будет легче получить эту помощь и легче адаптироваться к той ситуации, в которой он оказался. Ну и, да, и по меткой миссии, и по всему остальному, находясь, мы попытались собирать наше диспансерное отделение у себя на Моделеево. Мы психиатра посадили в одно место, нарколога. Это, может быть, и сделало удобнее, но район все-таки это достаточно удаленный, это транспортная удаленность. Здесь многие будут приходить все-таки пешком. Да, поликлиники те же самые, но мы тоже хотим соответствовать современным стандартам. У нас есть инфоматы, но на сегодняшний момент они выглядят смешно. Мы готовы вывести регистратора в работу с людьми, которые будут не за стеклом прятаться, а будут проводить человека туда, где он будет получать эту медпомощь, делать эту современную какую-то... Ну, то есть, если мы не идем вперед, то мы даже не стоим на месте, мы отодвигаемся назад. Ну, вот так вот, как-то так. А для города это в том числе и, может быть, для края вопрос милосердия, конечно. Выслушав доводы Романа Михайловича, депутаты не колебались в принятии решения. В ходе обсуждения вспомнили, что кровля в хорошей сохранности. Инвесторы не находятся, а город восстановления здания не потянет. Но даже если и отремонтируют, то размещать в нем некого. На этот счет на последующих заседаниях найдется немало возражений. Но пока сошлись на том, что безвозмездная передача психиатрии – лучший выход из всех возможных. Мое мнение, можно вынести данный вопрос на Думу и рекомендовать депутатам все-таки рассмотреть этот вопрос и передать в краевую собственность данное здание. Пусть приводится в порядок. Потом со временем люди поймут, что это комфортно, удобно для населения жителей. Там будут аккумулироваться аж три службы, разрозненные службы, которые сейчас погонят. Кто заданное предложение, прошу голосовать. Кто за? Единогласно. Итак, комитет рекомендовал Думе согласовать передачу. Инстаграм забурлил комментариями. Большинство пользователей согласия с депутатами не выражали. В высказываниях были категоричны и риски. У многих народных избранников и неравнодушных жителей также имелось мнение, отличное от комитета и администрации. На Думе завязалась полемика. Насколько я знаю, всю жизнь такие учреждения строились в общественных местах. Я ничего не имею против этих людей. Я знаю, что это наши люди, их, естественно, надо лечить. Так случилось, да? Но в таком месте публичном строить подобное психбольницу нет. Я помню, что он разбитый и так далее, давайте его восстановим. У нас достаточно для Негорских разбитых мест, которые можно восстановить под это учреждение. Это мое мнение. Хочу сразу, наверное, перейти к ответам на вопросы, которые злободневные. Да, конечно, у нас присутствует стигматизация некоторых больных наших, но, опять же, Ольга Ивановна уже сказала, что таких тяжелых и тех представлений, наверное, о психбольных, которые есть зачастую в обществе, у нас не наблюдается. То, к чему мы хотим подойти, это оказание медицинской помощи на современных стандартах, в очень комфортных условиях. И хотим тех людей, которые в силу, может быть, стеснения, может быть, именно первичного вот этой боязни контакта с какими-то тяжелыми заболеваниями, чтобы они получили то место для медицинской помощи, в котором это будет оказываться максимально комфортно и в тех условиях, которые облегчают состояние человеку. На сегодняшний момент, скажем, наша больница одна из трех оставшихся психиатрических больниц в Приморском крае. Это Спаск, точнее четырех, извините. Спаск, Уссурийск, Владивосток и Мы. Тот участок, который мы обслуживаем, он очень велик. По большому счету мы обслуживаем пять районов, находящихся на севере Приморского края. Существует свод правил номер 158.13330.2014, который введен с 1 июня 2014 года. И в нем указано, что расстояние от объекта палаты и спальные корпуса до объекта жилые и общественные здания, красные линии 30 метров. Глухой забор высотой 2,5 метра. Расстояние от бывшего прократория Оралия до спортивного комплекса «Лотос» 17 метров. Рядом находится детский сад, бывшее здание школы номер 2, школа 21. Наша страна, наш президент, развивает гордую культуру. Бассейн «Лотос» запрашивал данное здание под секцию бокса, но почему-то не получил это разрешение. Когда планировалась реконструкция бульвара Осипецка, то проект приставлялся на общественное обсуждение. А ранее в психотерапевтической больнице предлагалась школа номер 18 в поселке Мономахово. И вроде как расположение хорошее, и дополнительные рабочие места. Почему бы не вынести данный вопрос на общественное обсуждение и отложить принятие решения после этого проведения? САНПИН и подобные правила устройства психбольниц, они диктуют подобное удаление для психиатрических больниц, только лишь мы уточняли этот вопрос для преодоления инфекционного барьера и для того, чтобы жители города, страдающие возможными инфекционными заболеваниями, не могли заразить наших пациентов. Очень часто в силу того, что мы лечим стариков, тех, которые не могут двигаться, они подвержены в том числе заболеваниям пневмонии, допустим, и прочим инфекционным заболеваниям. Поэтому это делается в силу защиты наших пациентов, а не кого-то еще. Наши пациенты, как показывает опыт, очень редко угрожают кому-то либо, особенно когда они находятся под наблюдением и получают достаточное лечение. Но, опять же, рассчитывая о том, что если ремонт будет происходить по современным нормам, то мы рассчитываем получить там хорошую систему приточно-вытяжной вентиляции, которая позволит избежать подобных уже действующих очень часто в нашем учреждении вспышек инфекционных заболеваний. По рабочим местам Мономахова. На самом деле, медицинская помощь сейчас, она не является ярмаркой рабочих мест, тем более, может быть, где-то на отшибе. Мы можем потерять тех докторов, которые у нас уже есть. Губернатор просила его рассмотреть возможность организации профилактория для всех северных территорий, для нашей горно-химической промышленности. Ну, сами понимаете, специфику нашего региона. Он сказал рассмотреть можно, это тогда еще Виктор Николаевичков сказал, что без возмезд отдам здание. Единственное здание профилактория, которое еще можно восстановить, да, горняка нет, химика нет. И при таком состоянии наших... Ну, как-то край видать, и... Ну, губернатор сказал рассмотреть, но он еще только вступал, еще как бы с этим вопросом потом уже, да, не уточняли, не обращались. И получается, что вот как бы... Ну, это мое тоже мнение. Я за то, чтобы здания не разрушались, тем более в центре города как-то. Но вот мое предвращение, конечно, о таком вот пласте народа, который работает на тяжелых физических условиях, тяжелых, что как бы реальнее, вот, ну, лучше бы было так, но предложение не поступает, я так понимаю. 14 лет здание стоит, гниет. Вот я не знаю, кто-нибудь был там из вас? Я вчера прошла, я посмотрела. Ну, оно просто скоро рухнет. Это первое. Второе. Ну, вы, наверное, в курсе, мне 5 месяцев пришлось общаться, ежедневно бывать в этом отделении по части безопасности. Да такие же люди, как и мы. Просто, но немножко в другом мерном состоянии. Никакую угрозу никому, поверьте, не несут. Я каждый день была не просто где-то, а в самом отделении, в мужском. Я общалась со всеми. Я видела, как с ними общаются медики. Я встретила там многих своих бывших, нормальных людей, знакомых. Ну, то есть они никакого абсолютно, вот, ну, какой-то опасности для людей не представляют. Марина Егоровна, я, как бы, на этот вопрос немножко по-другому вам отвечу. Я все-таки еще являюсь президентом Федерации бокса города Дальнегорска. Я знаю, что, да, в свое время старший тренер Федерации бокса Алексей Зайцев выходил с предложением, чтобы рассмотрели вопрос о восстановлении и передаче этого там хорошее помещение, наверное, было бы на спортзал. Но я хочу немножко, к чему я сказал, президент Федерации бокса, это работа с молодежью, с детьми. Рядом находится вот именно лотос. Строение, я имею в виду, где дети занимаются, ходят маленькие дети, и в этот бассейн, и там всякие спортивные сооружения, и так далее. Они дышат и прочее. Какая есть уверенность, гарантия, что вот те, которые, здания, которые отремонтируют, там сделают вентиляционные какие-то шахты и прочее, что будет это, не будет вот эти вот испарения и так далее, что это будет потом влиять на наших детей. Я просто вот так немножко скажу. Второй у нас там будет все-таки дорога по Лене-Остепенко, то есть дорога, где будут гулять, прогуливаться наши дети, мы взрослые и так далее. То есть я все-таки считаю, что может быть все-таки пересмотреть вопрос, может правда, как бы, за справками я тоже ездил, и отца возил лечиться. В это учреждение, которое находится на Горького. Я думаю, в принципе, на любом транспорте можно сесть и доехать и получить какую-то определенную справку или пройти какую-то комиссию. Но все-таки, я считаю, как именно я работаю с детьми и понимаю, что все-таки пересмотрите вопрос депутата. Должно это место быть в другом месте. Мне сейчас сказала Марина Егоровна, что вот она стоит, гниет и так далее. Вот я знаю совсем другую информацию. Я знаю, что есть часть предпринимателей, бизнесменов, которые были готовы забрать в свое время это помещение, построить, там сделать тоже центр определенный. Я знаю, даже усулийцы выходили с предложением медицинским комп, с каким-то там медицинским, я имею в виду, это предложение. Просто съесть, может быть, еще пересмотреть. В 2010 году, являясь депутатом Думы 5-го СССР, администрация города был приложен на приватизационный план по недвижимости и включить в него дворец культуры Горняк. То есть человек хотел его взять. Мы отказали. То есть я беру на себя эту тоже вину. В каком состоянии находится сейчас Горняк? И то, что вы сейчас рассказываете, некоторые здесь сказки. Почему до сегодняшнего дня никто не выходил на администрацию Думырского городского округа? Прежде чем вынести это решение на Думу, на общественность, мы долго над этим думали. И то, что говорит сегодня Роман Викторович, это здание, учреждение, которое несет никакой опасности. Я долго разговаривал с Романом Викторовичем об этом. И благоустройство будет, и комфортное будет там, и сегодня край готов выделить средства. Если вы хотите еще один Горняк, то, пожалуйста, возьмите на себя эту ответственность. А если есть предложение, почему вы до сегодняшнего дня молчали? Никто не приходил с каким предложением. Никто. А если вы хотите сегодня на бюджет повесить это, создать какие-то там учреждения, у нас и так сегодня мы занимаемся оптимизацией и ищем возможность оптимизации, объединения тех или иных заведений. Поэтому я считаю, что с тем предложением, которое мы вышли, я считаю, что поддерживаю. Это мое личное мнение. А все остальное – это так. На этом заседании 30 августа, очевидно, решив подпитать иллюзию демократии, Сергей Ткачев внес предложение провести публичные слушания по столь спорному вопросу. Председатель Думы, пусть неохотно, но принял инициативу. Депутатам для голосования были предложены два проекта решения. Давайте ставим точку в этом вопросе. Значит, каждый должен подойти к этому вопросу очень ответственно. Александр Михайлович точно проговорил, даже взял на себе вину по горнякову. Давайте то же самое, не будем мы совершать такие ошибки. Здание 14 лет стоит, не востребовано, разрушается. И это все делается для того, чтобы наши люди в комфортных условиях получали медицинское обслуживание. Это наши жители. Что касается других, можно и делать хороший, красивый зеленый забор. Все это делается руками. И все это сделается. И ощущения тех выходов каких-то там не будет, это точно я говорю. Почему? Потому что это будет комфортно, отремонтировано здание, опять же, для наших жителей. И не надо ездить по этим точкам. Все будет аккумулировано в одном месте. Могут люди и больные, и не больные приходить и получать эту услугу. Пожалуйста, психологу приходи, психологу. Наркологу, пожалуйста, наркологу. Есть какие-то проблемы семейные, пожалуйста, придут. То есть это специальное здание, предназначено и строилось для таких услуг. Вот самое главное. Не надо там ничего сказать. Коммуникации есть. Есть палаты великолепные. Все соответствует санклинам, квадратные методы. Понимаете, от этого нельзя терять этого здания. Да, хотелось бы, чтобы данное здание оздоровительно несло услугу. Но нет у нас таких меценатов, которые бы взяли и подняли это здание. Спасибо Роману Викторовичу, который четко отработал, согласовал эту передачу. Значит, ему помещали, что будут выделены деньги. Деньги немалые. Дума Донегорского городского округа решила, пункт 1, согласовать передачу собственности Приморского края на безвозмездной основе муниципальное недвижимое имущество. Здание бывшего профилактория «Аралия» расположено по адресу город Дориоск, улица Осипенко, 26, для размещения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Приморская краевая психологическая больница, номер 5. Пункт номер 2. Настоящее решение ступит силу с момента его принятия. Кто за данное решение прошел голосовать? Кто за? Кто против? Кто воздержался? Так, воздержался. Раз, два, три. Четыре, три. Так, четыре, три и десять было за, да, максимально. Так, решение не принято. Ставлю вопрос, второе предложение на голосование. Предложение Сергея Сергеевича. Уважаемые коллеги, для того, чтобы более подробно поработать и поработать с населением, подключить население, то есть провести публичное слушание для передачи данного здания в собственность психиатрической больницы номер 5. Вот как бы так. То есть провести публичное слушание для того, чтобы потом выйти на очередное, на следующее заседание, и уже мы будем иметь на руках активированное мнение населения Дальнегорского городского оборудования. Понятен вопрос? Кто за данное решение? Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Кто против? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кто воздержался? Раз, два, три, четыре. Решение не принято. Для принятия правомочного решения необходимо было простое большинство голосов от среднесписочного количества кандидатов. Из 20 на заседание явились всего 17. Если бы Александр Рубцов, Антон Тютюник и Тимур Бражников не пропустили заседание, возможно, оралию передали в край еще в августе. Из-за того, что ни одно решение не было принято, вопросу вновь пришлось вернуться на Комитет по бюджету и экономической политике. К тому времени Евгения Чудная ушла на муниципальную службу, став начальником территориального отдела в Каменке, а председателем был назначен Сергей Ткачев. Вернуть вопрос о согласовании безвозмездной передачи муниципального имущества собственности Приморского края на рассмотрение в Комитет по бюджету и экономической политике Думы Дальнегорского городского округа. Второе. Рекомендовать Комитету по бюджету и экономической политике Думы Дальнегорского городского округа провести общественное обсуждение вопроса о согласовании безвозмездной передачи муниципального имущества собственности Приморского края. Сергей Ткачев сразу заявил, что в решение Комитетов пишут проведение общественных обсуждений на сайте администрации. И, как выяснилось, в ходе работы Комитета, сразу после заседания Думы, появилось заявление на приватизацию здания ралли от местного предпринимателя Айка Априсяна. Данный объект еще не включен в план приватизации. Он вообще находится, надо сказать, в общем-то, данный объект, он у нас, значит, забит в инвестиционную программу. Что, может быть, инвестор придет и, значит, сделает там, ну, как и было, будем говорить, да, с какой-то профилакторией, с лечебной направленностью. Вот, значит, прибежала их. На следующий день буквально, то есть, Думы написал заявление на приватизацию, вот, он еще не включен в план приватизации, с собой, естественно, вообще-то, вот, ну, его интересует, конечно, цена вопроса. По предварительным расчетам стоимость здания площадью 3000 квадратных метров с НДС и земельным участком оценивается в 17 миллионов рублей. Для нового претендента эта сумма показалась высокой, а по словам Ольги Коноплевой, он был намерен решать этот вопрос при помощи главы округа Александра Теребилова. Как глава мог повлиять на стоимость объекта, не уточнялось. Определить ее компетентны только профессиональные оценщики, а снижение может произойти в результате торгов. Тем не менее, эта беседа состоялась. Я пойду к главе, да, я пойду к главе, чтобы цена была меньше. Я потом подходила к Александру Михайловичу, говорю, ну, я с вами разговариваю, он говорит, да, если будет десятка, то я, конечно, пойду на выкуп. Спрашиваю, я говорю, что ты собираешься там делать, ну, потому что если Роман Викторович написал вполне конкретно для нужды того-то, да, то нужно понимание, для чего выкупается. Ну, пока что особых таких этих нету, вот. Меня больше волнует то, что там наркоманы собираются, то, что мусор постоянно, я его вывожу постоянно, я разгоняю этих подростков, которые там, вплоть до драки, в общем-то. Пока что я перекрою кровлю, а там дальше думать буду. Ну, потому что для восстановления горняка, а горняк был гораздо в лучшем состоянии, да, когда он покупал. Вот, значит, я потратил 70 миллионов, все. Вот, и, в общем-то, это же кредиты, то есть, в общем-то, может быть, ну, как-то, как может быть, я сделаю это элитным жильем. Я говорю, в смысле, ну, он говорит, ну, на квартиры разобью, там, чтобы квартиры были 150, 200, потратил. Ну, это могут позволить себе не все, да, жители. Это заседание комитета собрало многих неравнодушных, у каждого из которых имелась собственная позиция о назначении здания. Ходотайство поступило под размещение в психиатрической больнице. Это первое. Вот из статьи в газете, на которой обсуждается вопрос о передаче здания, есть ссылка на свод правил зданий и помещений медицинских организаций. Здесь даже нет условий о психиатрической больнице. И этот свод правил для проектировщика является обязательным. И есть приложение А. Я действительно, по информации в газете, открыл этот документ. И там прописано правило, обязательное для проектировщиков, что расстояние от объекта палатной и спальной корпуса, а никто не отрицает о том, что они предполагаются к размещению, до объекта жилые и общественные здания 30 метров. Мы уже даже под эту норму просто не подходим. У нас нет вообще возможности рассматривать этот проект под размещение. Пусть это даже будет лечебное учреждение. Это первое. Второе. Понятно, что всех беспокоит вопрос разрушения этого здания, которое находится, можно сказать, в центре города. Можно сказать, практически на красной линии. Но я возьму, наверное, на себя смело сказать, что есть и другой вариант. Не только тот, который озвучила Ольга Ивановна. В настоящее время у нас на территории всей страны, включая все муниципалитеты, идет реализация национальных проектов. В том числе не только развитие здравоохранения, а развитие образования, культуры и в том числе формирования городской среды. Вы знаете, что когда-то, пять лет назад, у нас не было возможности вообще осуществлять какие-то проектные работы, реконструкция, те работы масштабные, которые видно и проходят сейчас. Вы знаете, идет реконструкция тира, бассейна, вертикали. Под это выделяются большие деньги с федерального бюджета. Есть возможность завести деньги краевого бюджета под реконструкцию данного здания и разместить там детскую школу искусств. Причем на условиях софинансирования, очень выгодных, скажем так, для муниципального образования. 3% наших денег 97 краевод. Но я повторяю, это как бы мое личное мнение, потому что никаких ходатайств по этому поводу не поступало, но этот вариант тоже есть. И таким образом, если мы рассмотрим этот вариант, у нас получится прекрасная, комфортная среда в благоустроенном районе, который находится на улице Осипенко. Бассейн «Лотос», детский сад, детская школа искусств. Бедная ралли, 16 лет никому не нужна. Наши судьи хотят здание восстановить, не даем. Я немножко, может, просто буду выступать. Сегодня я увидел, что в один миг кто-то стал проектировщиком, архитектором, кто-то стал начальником отдела культуры. Понятно, Юлия Валерьевна, это вам. Ну, школа искусств, только ремонт сделали. Понятно, есть программы по 3%. Сегодня надо подумать о том, что хорошее здание в отношении размещения школы искусств. Другое дело, администрация сегодня думает по перемещению. В ближайшее время переедет к СП, другое здание. Там освободятся помещения. Там еще ряд помещений есть. Ну, и правильно Ольга Ивановна сказала, что о содержании. Не копеечка. Орали под искусство. Да, для детей надо создавать условия. Поверьте, я 10 лет работал в образовании. И надо сказать, Дальнегорску повезло, что в свое время была хорошая построена инфраструктура для детей занятия дополнительным образованием. У нас дом творчества в школе в образовании. У нас вертикаль, спортивная школа. У нас хранит. У нас много. И для тех 4 тысяч детей, которые сегодня в Дальнегорске, в школах и в 2 тысячи в детских садах, предостаточно инфраструктуры. Вот. Ну, что касается данного вопроса, ну, вы же понимаете, что сегодня обращение есть непосредственно от психиатрической больницы, а в плане приватизации пока нет. И вот сегодня хотят сделать, пойти по этому пути. Понятно, что краевое управление медициной будет гарантом того, что финансирование будет. И если случай передачи, оно будет быстро построено. Следующий этап, если мы от этого пути уйдем, администрация вынуждена будет включить Ольгу Ивановну план приватизации. Верно? И вот завтра за 17 миллионов найдется куда покупать. И мы опять повиснем в воздухе. И будем думать. Поэтому, уважаемые коллеги, вы депутаты, вы надеяны полномочиями жителей. Поэтому вам принимать решение. Мое личное мнение, что если есть возможность, надо отдавать, надо строить, быстрее строить, чтобы это здание в заброшенном состоянии не находилось и дальше. После заседания Думы, буквально через 2 дня, мне позвонил Константин Анатольевич Межонов, который сейчас проживает в Москве. Это человек, который очень много сделал для города Дальнегорска. В разговоре с Константином Анатольевичем он озвучил, говорит, вам нужно просто в первую очередь сделать немножко на опережение. В первую очередь, заместитель главы или глава города должен собрать представителей школ, спортивных школ, если оно вам так очень нужно, именно в целом для города Дальнегорска. Это, в первую очередь, руководителя вертикали, руководителя самого года Сахамутова может быть, пригласить Гранит непосредственно Падеева, восьмикратного чемпиона мира, сесть, обсудить, вначале за круглым столом целенаправленность этого помещения. То есть, если оно в дальнейшем будет ретабельно, это помещение, то есть, составить смету, подготовить документацию, чтобы это не было голословно, и выйти на край, то есть, на лице-губернатора, или, в крайнем случае, уже на губернатора Олега Николаевича Кожемяка. То есть, программы, правильно озвученные, есть в краевые программы именно выделение денежных средств. Тем более, мы очень много говорим о спорте, о здоровье, о детях. То есть, и на базе вот этого помещения, то есть, изыскать эти денежные средства, и построить именно спорткомплекс. Вообще, говорит, хорошо было бы это именно детско-спортивный интернат для спортсменов всех видов спорта. Это, хочу, чтобы обратили внимание депутаты при решении вопроса, чтобы так же было это озвучивать. Может быть, проще продать это здание и на эти деньги приобрести Олимпийц и хоть один какой-то объект сохранить для молодежи, для детей. Может быть, вот это лучше? Я понимаю, что это хорошо, не поднимаются такие вопросы. Вы не устали просто все раздавать? Я тоже хочу дополнить как предложение еще одно. Одним из наших коллег, губернатору, было сделано предложение все-таки в этом помещении, так как это бывшее помещение профилактория Орали, все-таки воссоздать там профилакторий для всех северных территорий, с учетом того, предприятия с временными условиями труда. То есть, чтобы люди ездили не куда-то за территорию нашего города, а из всех северов ехали сюда. Это и рабочие места, и зарабатывание, в том числе, и денег для бюджета. То есть, вот так. А так как вопрос все-таки социально значимый и неоднозначный, помимо общественных обсуждений, в уставном еще предусмотрена такая форма, как опрос граждан. Можно рассмотреть вопрос о пройдении опроса граждан по данному вопросу. Так он, на самом деле, социально значимый. Уже по этому предложению с некоторыми принимателями, скажем так, с интересованными лицами был предварительный разговор. В общем-то, они выразили свое желание помочь, поучаствовать в инвестициях к этому проекту. Но это пока еще мало чего. Понятно, что они сказали, что мы одни не справимся. То есть, как бы мы хотели бы, как бы, как это предложение, подключить северных территорий, с Кавалеровских, то есть лесовиков, там и все такое. Поэтому этот вопрос как бы в стадии проработки, как бы мы заявились тоже в КРАЮ, как бы тоже на стадии, на начале этот вопрос прорабатывается. Депутаты проголосовали за проведение общественного обсуждения вопроса. В течение пяти дней жители могли оставить свой голос на сайте округа. Предварительно необходимо было зарегистрироваться. Многие жаловались на несрабатывание системы. На участках депутаты с избирателями не работали. Мнением не интересовались. К обсуждению вопроса комитет вернулся 19 сентября. Для того, чтобы не принимать во внимание результаты голосования, Сергей Ткачев нашел благовидный предлог. Социальный опрос населения составил то, что было размещение на байкетурной площадке официального сайта администрации Домиевского облака против 248 за 54. Тем самым мнение жителей разделились. И если посмотреть статистику, общее количество проголосовавших составляет менее 1% жителей в общем Дальнегорского городского округа. Да, безусловно, есть заинтересованность и одной, и второй стороны. Но я хочу обратить внимание, что все предложения, все предложения, те, которые даже не предложения, а в формате обсуждения данного вопроса, социального вопроса, имели место быть и под спортивные объекты, и под культурные объекты. И ни один из депутатов даже бровью не повел, когда Сергей Ткачев сказал очевидную нелепицу. 248 против 54. Пятикратная разница. Это у него называлось. Мнения разделились. Но зная фантастические способности Сергея Сергеевича выражаться, удивляться не приходится. А сегодня на территории Дальнегорского городского округа существует демографический взрыв. Смертность превышает рождаемость, отток населения превышает тех, желающих проживать на нашей территории. Средний возраст жителей Дальнегорска уже перевалил за 50 лет. Молодежь уезжает, пожилое население остается на территории. В ходе встречи главы, главврача, председателя Думы Роман Викторович подтверждает направление о создании организации геронтологического отделения и осуществлении ухода за предстояло населением, оставшееся без подключения родственников. Этот вопрос не сегодняшнего дня, это вопрос будущих 5-7 и остальных лет существования жизни в Дальнегорске, потому что статистика нам говорит очень нехорошие цифры. Население стоит, ухаживать за этим посторелом населения будет некому. По предложениям социального вопроса, мнениям, действительно, как много вариантов предложено, организация такого учреждения в Краснолеченске выражил свое личное мнение, что придя к родственнику ногами или ехать туда-обратно 30-60 километров, это будет достаточно неудобно, хочу быть определенным честным, и для нас в будущем всех проживающих здесь. Без малого обращения от жителей, от пожилых жителей города Дальнего Городска, с вашего разрешения я ознакомлю его с вами, звучит следующее. Решается вопрос об использовании бывшего префектуры Аралия, решается вопрос об использовании бывшего префектуры Аралия. Мы, пожилые жители Дальнего Городска, проработавшие на благо города, предложили бы это здание, надо жить, а нам престарелым. Здесь у некоторых и внуки, родственники рядом, но, увы, мы и не хотим их облеменять. Да и они не горят желания взять нас в себе. Некоторые живут в малосемейках, а это садом и гаморр, пьянство процветает. Живем на последних этажах, тяжело ходить, у всех проблемы со здоровьем, а в доме для пожилых была бы одна медсестра, ухончик поставила, капельницу, в больницу ведь не проберешься, врачей не хватает. Мы бы порадовали, продали квартиры. Ну, дальше по тексту 27 подписей, 27 подписей тех людей, которые все-таки разделили мнение за и против. И на сегодняшний день, если бы не верить, сухие цифры статистики, в районе за январь, июнь умерло 390, родилось 196. Естественно, уголь составил 194. Выбыло 773, прибыло 749. Дефицит составил 24%. Мое мнение, я озвучил, что данное учреждение, оно необходимо городу, именно в том оттексте, как обратился главный врач поддержкой главы по передаче данного здания управления вот такой выход нашел Сергей Ткачев. Как-то сразу и назначение у здания поменялось, и аргументы совершенно душераздирающие. Такая смена логики и позволила депутатам вновь принять решение рекомендовать Думе согласовать передачу, фактически признав опрос жителей фикцией. Но на Думе ситуация вновь изменилась. Я предлагаю данный вопрос снять с повестки заседания. Это мое предложение. Обоснуйте. Обосную. Значит, данный вопрос снимается, так как у нас вопрос очень серьезный, затрагивает всех жителей Дальнегорского городского округа, и не в полном составе у нас депутаты Думы. Этот вопрос, я думаю, что должны расплатить в полном составе. Это вы решаете. Я предложил этот вопрос. Ну и самое главное еще, будем так говорить, этот вопрос еще полностью не доработан. Полностью не доработан. Это мое мнение, как председателя Думы Дальнегорского городского округа. Странным такое решение оказалось ввиду того, что Василий Язвенко сам пламенно высказывался за передачу в край. На комитете тоже не возражал. Возможно, опытный председатель, уже зная мнение присутствующих депутатов, учитывая неполную явку, не хотел повторения августовского сценария. Либо на Аралию уже были совершенно другие планы. Тем более, так совпало, что за сутки до заседания Аралию подожгли. Так или иначе, волевым решением председатель не вынес на голосование логичное предложение Антона Тютюника доработать вопрос на комитете. Я предлагаю вынес вопрос на комитет на доработку и на следующую думу уже принять начатку. А на каком комитете? Тот, разучил. А какой комитет будет производить это доработка и какие вопросы? Уважаемые коллеги, это все будет первое поступило мое предложение. Орган коллегиальный принимаем решение. Большинство голосов данных поступило первого предложения от председателя думы. Вопрос номер шесть. Снять с заседания сегодняшнего заседания думы. Кто за данное предложение прошу голосовать? Кто за? Кто против? Кто воздержался? Один воздержался. Решение принято. Вопрос номер шест. Снимается заседание дома. К этому вопросу вернулись уже через месяц на заседание комитета по бюджету и экономической политике, где стало окончательно ясно, что вопрос о передаче под больницу обсуждаться больше не будет. Психиатрия отозвала свое ходатайство. Администрация Доленгорского городского округа просит снять вопрос о передаче в краевую собственную здание трехэтажного с подвалом общей площадью 3630,6 расположены по адресу Доленгорска Степенко 26 с рассмотрением на комитетах здания Думы. Информация принята. Решение по данному вопросу принять к сведению. Кто за данное решение, прошу бы проголосовать. Кто за? Единогласно спасибо. Причем следующим вопросом обсуждался прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год. Здание Оралии уже было включено в перечень объектов, которые город планирует продать. Сейчас на основании того, что ее принято решение не передавать, на основании обращения учреждения, мы этот объект внесли в прогнозы плана на 2020 год. И еще в течение года будут дополняться этот план объектами, которые... На 2020 год на приватизацию да? Да. Сейчас в данном документе, который сегодня рассматривается, Оралия уже включена. На заседании Думы в конце октября начальник управления муниципального имущества отметила, что после пожара стоимость здания Оралии будет ниже. Неживое трехэтажное здание Оралии выносим на приватизацию в Осипенко 26. Конечно, цена вопроса будет несколько другая из них пожаров, но тем не менее, его надо продавать, если мы не хотим окончательно его разрушить. А вот те люди, которые ранее обращались, которые хотели его выкупить, после того, как Оралия гремела из города, они после этого появляются или нет? Независимо от того, что появились какие-то заявления, по заявлению Оралия никому продаваться не будет. Это не 159-й. Вот если бы эти граждане Оралию арендовали два года, а потом бы написали заявление, здесь вопросов нет. Приоритетное право у арендатора. Здесь же будет включаться 178-й, это электронные торги, извините. И у нас написано два заявления на сегодняшний день, от одного предпринимателя и от другого предпринимателя. Ну они независимо от того, понимаете, они написали заявление, но когда начнутся торги, они просто не придут и все. Ну и понятно, что это ни к чему их не обязывает. Да, это ни к чему их не обязывает, но мы попытаемся реализовать во всяком случае. Потому что по сути вопрос я только сегодня разговаривала с Романом Викторовичем, вопрос-то не особо снят. Почему вопрос снят не особо и что за этой формулировкой не пояснялось, депутаты интереса не проявили. Имена предпринимателей тоже озвучены не были, но предположения напрашиваются сами собой. Когда появились претенденты на здание, то в нем произошел сильный пожар. Цель, вероятно, была одна – снизить оценочную стоимость. И хоть задумка не была выполнена полностью, ущерб зданию нанесен, цена будет ниже. В чьих интересах совершен поджог и кто решает вопросы в духе 90-х годов, пока неизвестно. Но поджог был организован слишком продуманно и затратно, чтобы быть простым хулиганством. Вокруг пожара в Оралии ходили разные слухи и версии. Каждая из них имеет право на жизнь, а компетентные выводы сделают правоохранительные органы. Наша программа подошла к концу. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова